доброго времени суток youtube уважаемые наши контрагенты и это видео прежде всего для контрагентов мы сейчас с вами находимся на главной странице нашего сайта lpfo.pro и соответственно у нас здесь самая главная кнопочка все для юридических лиц то есть у нас тут много всего можете посмотреть почитать но давайте сейчас начнем с кнопочки все для юридических лиц нажму я ее и попаду на страницу наших услуг и программных продуктов посвященных приказом 749 м вся россия сейчас у нас живет приказу 749 н 623 административный регламент ростехнадзора требует наряду с медицинскими осмотрами проведения психологических обследований и появился приказ 749 н пришедший на смену приказу 34 с соответственно этот приказ поставил на уши всю россию никто не знает что и как делать разъяснение каких-либо мы не получаем то есть в открытом доступе нету информации о том как мы с ними должны с этими приказами работать то есть ростехнадзор требует минздрав соответствии с требованиями пускает новый приказ 749 и как это все делать люди не понимают но вроде бы все разъяснилось появляются какая-то информация то есть люди там комментируют и так далее и тому подобное и мы снова готовы оказывать вам уважаемые контрагенты услугу по дистанционным психологическим обследованиям то есть неоднократно почему-то возникла то есть такая возможность вновь потому что в общем-то ростехнадзор понимая всю эту ситуацию идет навстречу по крайней мере с четырьмя ростехнадзорами я пообщался за это время пока мы долгое время буквально несколько месяцев не знали как поступить не то что мы не знали как поступить не знали как поступить наши контрагенты то есть предприятия атомные не атомные отрасли которым требовалось такое разрешение которые эксплуатировали источники ионизирующие излучения понятно что есть атомные предприятия непосредственно есть предприятие предположим транспортное или допустим добывающие нефтегаз добывающие предприятия и не являются эксплуатантами этих источников ионизирующие излучения там приборы с какими-то колбочками ионизирующими еще что-то еще что-то одним словом люди были в шоке и не знали как это все проходить ну вроде разобрались буквально несколько у нас контрагентов объявилось там четыре или пять контрагентов я уже сейчас точно не помню мы с ними делаем следующим образом мы оказываем им услугу услуга стоит 21000 за одного работника заодно по соответственно мы проводим четыре методики ммп и пзмр и rdo проводим эти методики дистанционно работники проходят это все без отрыва без отрыва от своей основной работы свои своего вида деятельности мы проводим это обследование и в дальнейшем наши контрагенты от поставляют эти документы в медицинские центры в которых их работники проходят медицинские осмотры и соответственно медицинский центр в соответствии с этим приказом минздрава все они его должны выполнять они живут по этому приказу 7 весь минздрав живет по этому приказу соответственно они уже оформляют справку по приказу 749 м то есть берут наше заключение реально наши результаты и прикладывают результаты обследования там офтальмолога терапевта хирурга ну все что требуется дополнительно со стороны медицинской организации для прохождения медосмотра и выписывают эту самую справку по 749 м поэтому господа кто к нам обращался недавнем прошлом и я отвечал всем что я пока не знаю как поступить в той или иной ситуации вот вроде бы разобрались и рост технадзор надо сказать идет навстречу понимаем всю сложность от этой ситуации некого двоевластия что ли с одной стороны это минздрав российской федерации с другой стороны это минатом российской федерации который тоже молчит в плане каких-то организационно нормативных документов но не важно другими словами мы проводим дистанционные психологические обследования по четырем методикам закрывая тем самым часть психофизиологическую которая прописана в приказе 749 н приказ 749 н определяет обязательные четыре методики психофизиологических это методика ммпи миннесотский многоспехный личностный опросник пзмр простая зрительно-моторная реакция сэзом р сложная зрительно-моторная реакция и rdo реакция на дающийся объект и у нас эти методики есть и программное обеспечение построено и сделано так что мы можем оказывать эту услугу дистанционно то есть предоставляя это программное обеспечение совершенно бесплатно нашим контрагентам они организуют у себя обследование проходят их и соответственно получают нас результаты складывают их вместе с медицинскими справками и отправляются тест на рост тех надзор таким образом вот нашли выход из ситуации то есть медицина зарабатывает сейчас и мы зарабатываем сейчас с учетом вот этого самого нового 749 приказа 749 н собственно приглашаю вас заходить на наш сайт смотреть нашу информацию заключать с нами договора и мы вам эту услугу окажем с легкостью быстро эффективно законно вы сможете получить эту самую справку 749 н собственно на этом все благодарю за внимание и удачи вам